всем добрый день здравствуйте я приветствую вас на своем канале и продолжая свои прогулки по Нижнему Новгороду мы идем в Кремль все не смотрите как я устала у меня ноги еле идут но мы идем в Кремль вход в Кремль через Дмитровскую башню пойдемте мы сейчас полезем на стену ну что здесь вообще мне ничего нет здесь вот такая можно послушать короче почему-то говорит с акцентом так ну что не успели мы на полный круг взяли на половинку труда так по башням здесь выставки честно скажу выставки меня не очень интересуют если честно это что такое а вот такая не работает что пошли что пошли Какая сбруя. Путурое путешествие. Обязательное счастье было видение дневника, из поездки с собой привозили приобретенные границы к Ниндии, знаковым элементам путешествия подорожного на СССР. Ну, кому интересно, остановите, полистайте, почитайте. Гостиницы и трактиры. Прибытие поезда. Открытие первого железнодородия в России состоялось 30-го года в 1837 году. У нас соединил Санкт-Петербург, красавское село и Павловс. Вот такие были поезда, да? Очень интересно. Угу. 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 Как они все его тостали... Очень тяжело. Дорожный костюм. Особое место в гардеробле, а сцены делали на удобстве практически, кстати, вткistine. Арсессуары. Еще птичку в клетке с собой достали. Вот с такими чемоданами надо приезжать. Вот с такими, смотрите, ящички, все по ящичкам. Дама сдавала в багаж. Сан-Дур использовала для хранения вещей в доме и для перевозки. Кофр. Ну, сейчас тоже кофры есть. Шляпные коробки. Какие тяжелые они все, слушайте. Ну, вот все, вот это вот, вот это вот все, тяжелое. Смотри, какие валеночки. Это валеночки, между прочим, тебе. Даже современные какие-то. Что здесь написано, какого это? Аптечная, аптечка карманная дорожная на СССР, штат Тулка. Аптечка. Аптечка. Тут аптечка. Моросейская аптека. О, смотрите, какой он. Вот написано. Успеем мы. Успеем. Спасибо. О, красота такая. У нас еще эта вторая пункция. Я помню. Успеем. Аптечка. Спасибо. У нас сейчас есть место с неё, как я купил вала. Давайте. Линия Вала-Детинца. Дата создания 1989 год. Давайте я сниму, ну чё? Ну, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок 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 Западный фасад Лодовая башня Круглая Реконструкция 1785 Летовая лестница Летовая лестница Летовая башня Летовая башня Летовая башня Летовая башня Классно Летовая башня Летовая башня Летовая башня В памяти разрушены 1930-е годы Никольский Верхопоссадский церкви Расположен неподалеку Сочи статистолизован Под традиционной культурой Древней Руси Красота какая Западный фасад Башня Никольская башня Квадратная проездная Имеет три боевых труда В 1663 году имела выражение Три пищали В 1706 году проезжие ворота в башне Были заложены Угу, читайте, кому интересно Так У нас тоже такое на Где-то городской стене А там, туда можно зайти, да? Да Там еще надо полетать Можно Дреста На втором этаже были? Подняться На втором этаже Все как я люблю Ну, башню, говорю Ой 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 Что это? Угу. 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 Как наглядно всё показано. Да, бутылки, банки. Они уже положили крепость, когда, вот смотри, у них была торговля, вот здесь шла вот эта как раз, а вот это запустение было, вот верхняя часть, ну вот эта вот, а потом пошла вот эта торговля у них. А вот написано, да? Потом развитие промышленности, да. Так, Нижний Новгород, горький советский, 19-й, это 19-й период основания города. Что-то там вообще мало чего нашли. Так. Угу. Ну вот основание города. Да. Какой ужас, да, раньше находили там золото, посуду, а тут вон бутылки, кассеты. У-у-у, какая лестница. Угу. Ну, смотрите. Ров Нижегородского Кремля и Зеленый Сиест. Ров был устроен на участках от Георгиевской до Крамысловой башни в районе Ивановской башни. Стены Кремля начинались от дна рва, углубление которого защищало основание стены от разрушения артиллерийскими снарядами. Глубина рва составила от 2,5 до 4 метров, ширина от 25 до 30 метров. Вот он ров. Смотрите, какой ров. Тут вообще все так очень глубоко. Все. Все. Смотрите, какой ров. Что-то такое. Смотрите, какой ров. 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 Западный фасад. Западный фасад. Арамыслова башни. Деден. Мы уже спустились почти. Дом правительства Нижелородской области. Дом правительства Нижелородской области. Вот этот? Да. А вот домик Петра, кстати. Видит? Нет. А? Прямо. Домик Петра. Большомерный кирпич ресторасов. Так, линия кладки. Домик Петра, домик Петра беленький. О! А, это Почаинский овраг. Беродный овраг. Историческая часть Нижелородской области. Нижелородской области. Нижелородской области. Здесь река. Она снабжала город чистой водой. В настоящее время. Исторически, частично, современно застройки. Используется жилые квартиры. В офисе как-то. Вот она. Овраг. Ну, все. Мы уже вышли, что ли? Полтруда в этот раз у нас. Полный труд. Я входила в прошлый раз туда была. Это было ужасно. Памятник какой-то. Где? Он стоит. Манеж. Непольская церковь. 1841. Горохотец. Рефимов. В данном манеже было построено для выездки лошадей. На настоящее время. Курштуцер установлено так. Какие пеньки? О, тут уже высоко. Высоко. Фасад. Так. Это тайницкая башня. По подземному тайному ходу, который вел от нее вниз по склону. Особенности строения. Круглая крепостная башня. Четыре боевых яруса. Все бойницы. Башни. Да. Вооруженная медная пещера. Время так. Ля-ля-ля. А-а. Иду. Ой. Да. Ага. Все это я люблю. Ой. Угу. Такой вот вид. Вот вам река частично. Расептар. Скрывает, наблютает. Винтовая же лестница написана. И что? Нету ничего? Нету ничего. Нету ничего. Они так-то особо не перерабатываются до пяти часов. Ну вот мы тоже на реку виды. Тоже у нас есть. И стрелку хорошо видно. Мы подходим к северной башне. Так, северная башня. Трудлая глухая. Ага. Значит, все-таки работает? Нам на нем не поехать. Он карабливает наше шоу. Я же говорю, что они ходят. А? Ну он же куда-то пошел. А вот этот храм, который на рождественке начинается. Кремлевский фуникулер. Струдный под стеной между северной и часовой башнями. В 1896 году открыт. Представляете? Он старый. И часть транспортной системы связывает две ветки электрического трамвая, пуст, который был перерочен в проведение 2016-й всероссийской промышленно-художественной выставки. То есть это... Такое, это не современный получается. Да. Да. Часовая башня только. У нас какая Ивановская, да? А там есть сладкая? Ну вот, часовая только. Ну вот, так, смотри. Ну принцип понятен, да. Она не работает? Нет, она просто, наверное, это. Вот. Я тебе скажу почему. Она была закрыта, потому что здесь все было в лесах. Я вспомнила. Потому что я тебе еще рассказывала, я приехала, потому что я вот здесь прям по краю ходила, а здесь все было закрыто. Здесь были леса стояли. Я здесь не ходила. Собор Михаила Архангела. Я бы поперла. Вы, наверное, просто не знали, что можно по ней ходить. Здесь-то мы зашли. Я же прочитала, что это. Здесь сто ступенек. Вот вы знаете. Впереди большой перепад высот. Но это ступень. Они почти два раза выше современной. 26-31 сантиметр. Но участвует часовой до Ивановской башни 113 ступеней. Не верите? Можете посчитать. Я верю. Ой. Я не могу. Мамочка. О боже. Ну что? Пошли. И без перила, да? Ой. 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 Ну, как-то так, как-то так. Очень крутые ступени. Очень. Ну, вот это Ивановская башня, ведь правда? Ивановская предтеча. Была перестроена в камню на день рекупса Гаврила Доробишникова в 1683 году. Вот она. Ивановская предтеча. Обязательно подвиг народного единства, выставка. Что вы тут делаете? Ага. Надо представлять этот башень. Граждане произведены. Опустные решётки дерзцы. Ага. Понятно. Ой. Сегодня тюрьме в Ивановской башне. А, здесь была тюрьма. Тюрьма. Камера, что ли? Теперь камера пыток. Вот. Тюрьма. 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 Ой. Не уйдите ? Очень аккуратно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok У нас все по-настоящему. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Всем огромное спасибо за то, что вы смотрите мои видео. Субтитры сделал DimaTorzok До встречи.